Приветствую всех в дискуссионном клубе Полтава. Я его организатор, моё дискуссионное прозвище Кихот. И сейчас я озвучу материалы дискуссии, которая в письменном виде состоялась между мною и уважаемым дядьком. Дядька это один из комментаторов интернет-издания Полтавщины. Это его ник и это же является и дискуссионным его прозвищем. Мы с ним подготовили дискуссию, нужно ли в Украине поддерживать международный язык эсперанта. Я отстаивал позицию, что поддерживать нужно, а уважаемый дядька стоял на противоположной позиции. Аргументы мы с ним подготовили письменно, но по ряду причин уважаемый дядька не может лично озвучить свои аргументы и поручил это сделать мне. Давайте приступим к озвучиванию аргументов. Нужно ли в Украине поддерживать международный язык эсперанта. Первый аргумент Кихота. Пользу поддержки языка эсперанта в Украине. Эсперанта в 10 раз легче в изучении любого другого языка. Например, в одном из своих писем Лев Толстой сказал, что потратив не более двух часов на изучение, мог уже свободно говорить на эсперанта. Ни один другой язык в мире не обладает такой легкостью в изучении. Популярный английский в разы сложнее, а конкретно в 10 раз. А значит, потратив минимум сил, каждый украинец открывает окно в мир. То есть этот аргумент показывает, что эсперанта эффективнее всех других языков. Что эсперанта это просто сокровище на языковом поле мира. Второй аргумент Кихота. В пользу поддержки международного языка эсперанта в Украине. Эсперанта – настоящий язык международного общения. В политике образования, на работе, в бытовом общении он нейтральный ко всем местным языкам, включая популярные английский, китайский и другие. Потому что для всех на нем общающихся эсперанта не есть родным. Если англичанин и украинец будут общаться на эсперанта, они будут иметь равные языковые шансы. Если же будут общаться на английском, англичанин всегда будет иметь преимущество перед украинцем. Потому что английский для англичанина родной, а для украинца нет. Эсперанта никого не ущемляет. Это очень важный момент. Эсперанта никого не ущемляет, не ущемляет ни один язык. А если он не ущемляет ни один родной язык, он не мешает родным языкам развиваться. Третий аргумент Кихота в поддержку языка эсперанто. Эсперанто способствует сохранению родных языков. Если применять в качестве языка межнационального общения язык какой-либо одной страны, одного народа, такой язык возвышается и сразу же своим весом принижает роль местного родного языка для отдельной страны. Вместе с возвышением языка несправедливо возвышаются его носители, для которых он является родным. Местный язык сразу становится второстепенным, неважным и может исчезнуть. В этом плане эсперанто в принципе не является конкурентом ни одного местного языка. Он четко проводит границу «я» только для межнационального общения. А внутри национального общения живет и развивается исключительно национальный язык. Например, в Украине украинский. А этот аргумент показывает, что эсперанто решает очень важную языковую проблему вообще во всем мире. И в Украине тоже это языковая проблема. Есть ущемление родного украинского языка. Если будет эсперанто, то другие языки, которые претендуют на роль международного общения, они не будут мешать родному языку развиваться. Давайте посмотрим всю позицию Кихота. Если подытожить позицию Кихота, мы смотрим, что эсперанто, он и легче в изучении, он и настоящий язык международного общения, он не ущемляет ни один язык. И он способствует сохранению родных языков, то это не язык, это целое сокровище. Вроде бы нет никаких оснований не изучать этот язык. Его нужно максимально распространять, изучать и внедрять в практику нашей жизни. И также максимально его поддерживать. Ну а теперь посмотрим позицию возражения, которую готовил уважаемый дядька. Первый аргумент дядька против. Эсперанто не популярен. По данным Википедии, людей, свободно говорящих на этом языке во всем мире, не больше трех миллионов человек. Соответственно, практика его использования довольно ограничена. Это очень весомый аргумент. Действительно, даже если эсперанто является сокровищем, но почему-то это сокровище валяется у нас под ногами. Второй аргумент дядька против поддержки эсперанто в Украине. Для развития эсперанто в Украине необходима колоссальная поддержка. Так как этот язык в Украине никогда не использовался, не существует образовательной базы для его изучения. Ее создание на вне государственном уровне потребует огромных материальных вложений. И в силу непопулярности данной языковой практики в мире, может получиться так, что эсперанто, кроме как внутренний язык, практически нигде нельзя будет применить. Это тоже очень весомый аргумент. И он усиливает первый аргумент дядька. Третий аргумент дядька против поддержки эсперанто в Украине. Для большинства украинцев эсперанто чужой. В отличие от популярных и родных для украинцев русского и украинского языков, эсперанто будет чужим. Маловероятно, что он будет использоваться в быту и общении на том же уровне, как, к примеру, русский в Украине. Это накладывает еще один отпечаток в пользу того, что эсперанто поддерживать не имеет смысла. Да, действительно, если язык никто не популяризирует, если на нем никто не общается, то он является чужой. И снова же повторюсь, это сокровище валяется у нас под ногами. Давайте подытожим позицию дядька. Исходя из аргументов дядька, эсперанто на сегодня не является популярным. Для его популяризации необходима колоссальная поддержка, которую никто не дает. И на сегодня для большинства украинцев эсперанто является чужой. То есть аргументы дядька показывают, что эсперанто лежит мертвым грузом на проезжей дороге. А сейчас давайте посмотрим, какие выводы сделали стороны. Повторюсь, что по нашим правилам вывод стремится помирить аргументы. Вывод всегда компромиссный между двумя позициями. Это если получается. Посмотрим, какой вывод сделал Кихот. Аргументы Кихота показывают внутреннее преимущество эсперанто как языка межнационального общения. Он же автоматически поднимает престиж всех местных языков. То есть внедрение и поддержка эсперанто в Украине сразу поднимет статус государственного украинского языка и обеспечит равные условия и доступ украинцев к международному образованию, общению, культурному наследию. Фактически внедрение и поддержка эсперанто помогает решить целый клубок нерешенных проблем. Но аргументы дядька показывают, что на сегодня мало кто в Украине да и мире подозревает о существовании эсперанто и его колоссальных возможностях. А чтобы такое знание донести до всех, нужны огромные средства, которые тоже пока никто не дает. Остается разве что начать с доступного всем флешмоба. Эсперанто в каждую украинскую семью. Весь мир поддержит упрямых. По сути Кихот не смог в своем выводе найти решение, как это сокровище, которое валяется у нас под ногами, этот уникальный международный язык эсперанто, как сделать его общедоступным, распространенным и дожать этот язык до такого уровня, чтобы его наконец-то начали поддерживать и всячески применять в нашей жизни. Теперь посмотрим, какой вывод сделал уважаемый дядька. Эсперанто – малопопулярный язык в мире. Ореол его применения довольно ограничен. В то же время эсперанто очень легок в изучении и имеет право на существование как международная речь. Проанализировав аргументы обеих сторон, могу сделать вывод, что поддерживать эсперанто в Украине будет иметь смысл лишь тогда, когда его популярность в мире будет схожа с английским или хотя бы русским. Собственно, должен сказать, что вывод дядька и вывод Кихота, они по сути совпадают. Снова же повторю, эсперанто – это язык сокровища, у которого очень большой потенциал и который может решить языковую проблему и в Украине в частности, и в мире в целом. Но на сегодня мы разве что можем устраивать флешмобы всем миром, кричать лозунги, везде их распространять. Эсперанто в каждую украинскую семью весь мир поддержит упрямых. И возможно, какие-то влиятельные люди, которые действительно хотят решить языковую проблему, воспользуются этим эффективным, уникальным средством, как международный язык эсперанто. На этом все. Наша дискуссия окончена. У кого есть какие мысли по этой теме, пишите в комментариях. Голосуйте по ссылке под видео, есть эта ссылка. Предлагайте темы следующих дискуссий. Всем спасибо, до свидания и отдельное спасибо уважаемому дядька за дискуссию. Субтитры создавал DimaTorzok